всем привет друзьям вас приветствую сегодня я и зовут меня юлия данное видео посвящается черенкованию петуни перед вами находятся стаканчики с каскадной петуни и как вы видите что у нее уже появляются боковые побеги то есть это вот каскадные вот эти плети пока сейчас еще рано для нее чтоб вот она пускала плети до пускай лучше на наращивать зеленую массу и куститься побольше середине а мы вот эти черенки можем использовать как вторичный материал и сможем приумножить данное растение аж в пять раз может быть кто-то побоится кто-то опасается я вам скажу не бойтесь ничего в этом страшного и ужасного нет ваше растение вас только отблагодарит зеленый наращиванием зеленой массой и кустистостью ну и плюс вы сможете использовать черенки для приумножения растений там где нет черенков естественно что вы видите а там где есть черенки их уже можно вот здесь вот общение уже переросшие у меня но времени катастрофически мало нужно все успеть сделать поэтому вот когда с утра прохожу и отстригая черенки и черенкую вот так же этот способ очень хорош если у вас например вытянулась петуни то есть она не пошли у нее боковые побеги а петуни вытянулась вот тут вы можете точно также верхушку отстричь и и укоренить а у вас сбоку пойдут боковые побеги ну и что нам понадобится друзья это ножницы для отрезания черенков ножницы маникюрные для отрезания листиков на черенках корневин вода теплая отстойная воду я добавлю фитоспорин ну и сами плошки куда мы будем сажать наши черенки почвенную смесь предпочтительнее выбирать песчаную то есть можно добавить песка но и приступаем непосредственно к делу начинаем срезать наши черенки срезать мы будем у основания стебля аккуратно так чтобы не повредить наши растения вот готовый черенок черенки я настригла сейчас я буду убирать у них нижние листья если у пиларгонии когда мы ее черенкуем черенки нужно подсушить минут 20-30 то у петунии этого делать не нужно нужно сразу же использовать черенки и сразу же их укоренять в почву и аккуратно ножничками отстригаем нижние листья почему я делаю это ножничками для того чтобы не погубить и не поранить ствол так как растенится еще очень хрупкая вот черенок готов я подготовила черенки следующий этап мы будем опутривать их в корневине и опускать в нашу плошку я использую шпажку для лунки вот так втыкаю ее затем беру черенок черенки такие липкие становятся прилипают так что будьте к этому готовы берем наш корневин вот так вот слегка опудриваем я постукиваю и опускаю в подготовленную лунку и следующего также втыкаю беру черенок опудриваю постукиваю и опускаю затем нам нужно с вами прижать почву так сказать убрать воздушную подушку между черенком и почвенной смесью я делаю это вот так этой же шпажкой они тем самым выпрямляются и следующий ряд пошел наши черенки все посажены так как у меня петунии разных сортов я естественно что плошку подписала данная у меня идет сорт под номером 4 следующий этап это мы с вами должны полить наши черенки у меня есть вот такая маленькая маленькая ложечка я на вот несколько буквально капель добавлю в нашу воду перемешиваем как вы видите сразу же вода принимает коричневатый цвет этого нам достаточно этим этим мы с вами обеззарязим почву заселим полезные бактерии ну вот водичка приняло коричневатый цвет такая должна быть вода кстати хотела подсказать что я теперь вот использую для полива вот эти крышки от моющих средств то есть это вот чем мы посуду моем жидкие мыла ну вот сами понимаете вот эти вот пробочки они очень удобны не нужно делать дырку гвоздем да вот так вот такая тоненькая струйка получается то есть тут напор делать не нужно а просто сверху полить аккуратненько для того чтобы площадь почва у нас уплотнилась вокруг растения ну и тем самым еще нужно создать влажный климат далее я использую как всегда свою любимую бахилу но что я делаю я сверху вот делаю вот такую огромную дыру можно так сказать теми же самыми ножницами подстригаю это для чего для того чтобы был доступ все-таки кислорода воздуха для проветривания нашей плошки потому что бывает так что например если вы забыли проветрить то наши черенки могут загнить а здесь уже в принципе будет все равно доступ воздуха и мы так сказать себя подстраховываем вот я одеваю вот так чтобы не не соприкасались они черенки с бахилкой и здесь вот у нас у меня вот такая вот данная плошка при комнатной температуре и под лампой ну либо там светлый подоконник каждый раз каждый день мы должны заглядывать проветривать не допускать ни в коем случае загниение наших черенков ну а сейчас я хочу поделиться с вами черенками которые у меня уже начеренкованы несколько дней назад ну и начну с первой плошки здесь у меня сидит бальзамин уоллера вот начеренкованный пыталась обстричь и цветочки и листочки но как вы видите он они продолжают расти я конечно сейчас их обстригу чтобы черенки не тратили свои силы на цветение вроде бы когда черенковала смотрела что не было цветков а вот вы видите все равно они продолжают цвести это нужно конечно их сейчас обстричь чтобы силы не тратили черенки на цветение силы тратили свои на укоренение вот несколько дней уже этим черенкам принципе все пока хорошо у нас зелененькая стоят солдатики а это бальзамин грандис я покупала его черенком то есть уоллера я в прошлом сезоне вырастила из семян а бальзамин грандис я покупала черенком и сейчас я вам покажу само растение вот оно само растение оно настолько такое мощное выросло сильное растение но у него и заявлены что и крупные листья вот вы видите что они у меня с ладонь и цветки тоже заявлены что будут огромные вот тоже с ладонь 4 5 сантиметра это минимум вот у него начали произрастать боковые побеги и я все таки решила его прищипнуть то есть и попробовать укоренить его и попробовать начеренковать потому что довольно таки вышел длинный стебель вот и чтобы вот боковые побеги почки проснулись я его решила прищипнуть вот это у меня верхушка но я вот эти большие листья у них тоже были такие довольно таки крепкие стволы у листья у листа я почему-то решила попробовать и листья укоренить то есть вот отрезала половинку чтобы силы не тратили опять же вот но пока вот как видите несколько дней плошки все вроде бы нормально все хорошо следующая плошка у меня с королевской пиларгони один куст у меня есть вот очень мне нравится она решила что приумножить так сказать и обычная пиларгония повторюсь что чем отличается черенкование пиларгоний от остальных цветов тем что черенки нужно дать подсушить тем что черенки лучше всего подсушить в течение 20-30 минут в принципе вы можете их настричь и пока все все готовите нужное они лежат подсыхают затем точно также опудриваем втыкаем поливаем и накрываем колпачком а это вот у меня уже идет питунья несколько дней вот этим черенкам как вы видите что в принципе вот я больше всего боюсь это вот плесени серой глине гнили сверху ну естественно чтоб черенки наши не загнили и для этого для подстраховки конечно же и использую воду спит с фитоспорином чтобы не завелось вот болезни пока вот тут все хорошо ложка зеленеет я надеюсь и укореняется так что вот друзья буду заканчивать свое видео черенкуйте свои растения тем самым приумножайте свою красоту всего вам доброго до встречи и пока